Фатальное столкновение не стало известного волонтёра и дизайнера Леонида Краснопольского. Он родом из Донецка, помогал украинским военным, был в плену у боевиков, а после освобождения переехал в Днепр. Погиб накануне в ДТП. Обстоятельства этой аварии выясняла Елена Миндалюк. Это видео с места гибели известного волонтёра Леонида Краснопольского в Днепре. По предварительной информации, он ехал по набережной Победы. Когда попытался сделать разворот, в его авто влетел джип. Основной удар пришёлся в левую сторону кузова, где за рулём и находился Леонид. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики-неотложки лишь констатировали смерть. За рулём внедорожника был Антон Сердюк. Он работает в одной из городских больниц Кривого Рога. Как выяснилось, это сын известного в городе оптальмолога Сергея Сердюка. Он и вызвался прокомментировать аварию с участием сына. Говорит, Антон до приезда скорый пытался самостоятельно оказать первую помощь Краснопольскому. Но безрезультатно. О случившемся сожалеет вся его семья. Он ехал по своей полосе. И буквально, он говорит, папа, через две доли секунды, и у него перед глазами стоит перпендикулярно машина. Почему этот человек начал такое движение? Либо разворачивался, либо, может быть, у него что-то случилось во время движения. Может быть, у человека возник эпиприступ. Может быть, ещё какие-то обстоятельства. Мне тяжело сейчас сказать. Где сейчас находится Антон Сердюк неизвестно. В полиции говорят, он работает со следствием, даёт все необходимые показания. На данный час призначены соответствующие экспертизы для установления, что именно произошло, и кто ехал в указанном ДТП. Дривает досудовое расследование. Погибший в аварии Леонид Краснопольский. Известный волонтёр, дизайнер, владелец магазина «Хунта», в котором продаётся патриотическая продукция, и автор комиксов о героях АТО. Первый выпуск Краснопольский презентовал в ноябре прошлого года. Прототипом стал командир батареи Днепровской 25-й бригады. Наш главный герой, он никакой суперспособностью не обладает. Но 9 остальных обладает каждой суперспособностью. Следующий мужской персонаж, он сможет телепортироваться. Третий мужской персонаж, он очень хорошо разбирается во всяких видах оружия. Причём даже такого оружия, которого в нашем мире ещё нет. Товарищи погибшего говорят, всю выручку Леонид отдавал на нужды украинских военнослужащих. Он шил мужские костюмы. Большая партия у него до сих пор, по-моему, висит в его магазине, но она не востребована. Он полностью перешёл на рельсы патриотической символики и помощи нашим бойцам. Похоронят Леонида Краснопольского в среду в Днепре. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепр.